Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. Когда я была маленькая, папа много пил, и часто на моих глазах были сёры, ругани мамы с папой, он её избивал, мы сбегали из дома. Лет пятнадцать, когда уже всё понимаем, а папа на моих глазах стал бить маму, и не был синяк под глазом, и он сказал, давай поставлю под старым для симметрии. Эти слова запомнились нам всю жизнь. Тогда мама сказала, что мы уходим и больше не вернёмся к нему, мне не дают покоя для ситуации. Хочу узнать, почему он так поступил, из-за чего, но не могу. После этого я с ним особо не общался, хотя мама говорила, что он твой папа, ты должен с ним общаться, наши отношения это наши с ним отношения. Но я не могла его простить и до сих пор не могу. Позже я узнал, что папа в детстве хотел меня утопить, но я подробностей не знаю, возникла ещё большая ненависть. Сейчас мне двадцать восемь лет, я не замужем, у меня есть маленький сын, мамы нет живых в какой-то степени, виню его, так как все болезни от миров, а он изрядно их потрепал. Сейчас, по факту изрядных только он, и я чувствую, что должна с ним общаться, и чтобы сын с ним общался тоже, но я его боюсь, он продолжает пить и говорить такие вещи, и если бы ты мне не нравилась, я бы тебя убил. Про нука говорит, что он выкидит, чтобы я не ссюкалась с ним, и если что, разу другого. Я просила папу бросить пить, ну или хотя бы не звонить мне, когда пьяный, и перед встречей, чтобы не пил, ну, короче, что он не может, его водка для него, всё. Я боюсь, что в один момент мне позвонят и скажут, что папы больше нет, мне кажется, я буду винить себя, что не проводил с ним время. Как не простить его за всё это, если это вообще. Я понимаю, что из-за него у меня проблемы с мужчинами, отношения. Смотрите, я думаю, что как-то вот глобально, если смотреть на эту ситуацию, то речь идёт, на мой взгляд, о том, что вы боитесь одиночества, на мой взгляд, по крайней мере. То есть идея заключается в том, что вы просто вот боитесь остаться одна как-то, вот, и, собственно, ваш страх одиночества толкает вас на то, чтобы вот испытывать, скажем так, такие вот противоречивые, если угодно, чувства, ну, к тому же отсута. У вас травма, у вас множественная детская травма, которую необходимо прожить, чтобы она перестала влиять на наше поведение, на наше восприятие как себя, так и отца. Она же мешает вам в большей степени опираться на себя. Она же вызывает у вас страх перед отцом. И она же мешает вам выстраивать отношения с мужчином. Точно так. После того, как травма будет проработана, вы сможете решить для себя, точнее, увидеть возможность прощения или не прощения. Как мне кажется, вам в первую очередь нужно простить себя. Мне кажется, что вы в первую очередь не признаете своих, ну, в данном случае, своих слабостей, например. Вот просто вот не признаете вы своих слабостей. В этом, на мой взгляд, и заключается одна из основных проблем. То, что вы не прощаете себя, вот, мешает вам простить отца. Но, вы абсолютно правы в том, что папа прощать необязательно. То есть, ну, захотите, простите, а не захотите, не будете прощать. Это в прямом смысле слова ваше дело. Как вам хочется, так, в принципе, и будет. На мой взгляд, это довольно-таки справедливо. Я, правда, так считаю. Как хотите, так и будете. Хотите папу простить? Простите его. Не хотите его прощать? Не прощайте. Есть у вас возможность простить своего отца? Простите его. Нет возможности простить его? Простите. Не прощайте. Вот, вы, эм, вы пишите, вы пишите. До сих пор хочу понять, почему он так поступил. Ну, давайте, может быть, немножко попробуем подумать о том, что, собственно говоря, изменится. Что изменится, если вы поймете, зачем он это делал? Что произойдет тогда? Что вам это даст? Я думаю, что догадаться несложно. Вам это даст? Как, наверное, как, наверное, вам кажется, большую опору на себя. Сейчас этой опоры у вас, по-видимому, нет. И вы пытаетесь ее получить. В принципе, я вас понимаю. Я понимаю, что вам не хватает опоры. Но, на мой взгляд, правда заключается в том, что эту опору вы можете получить только опираясь на саму себя. На мой взгляд, правда, заключается в том, что до тех пор, пока вы пытаетесь получить эту опору от другого человека, в частности, от вашего дополнительного опора, допустим, папы, у вас будет серьезная проблема. Учитесь опираться на себя. И в этом смысле вам поможет психолог. Именно психолог вам поможет это сделать. Поэтому ваш запрос, ну, запрос на, условно говоря, прощение, это запрос на психотерапию. И я бы, наверное, соврал, если бы сказал, что психотерапия здесь одноразово. Я бы соврал. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Холодец. Якобы.